Высшая судебная палата вернула в апелляционную палату дело политической партии «Шанс», которая требовала отменить решение комиссии по чрезвычайным ситуациям о снятии всех кандидатов в политформирование с ноябрьских местных выборов. Жалобу партии должен будет повторно рассмотреть тот же состав судей столичной апелляционной палаты. Своё решение ВСП мотивировало тем, что в отношении представителей партии «Шанс» было нарушено право на справедливое судебное разбирательство. В постановлении Высшей судебной палаты говорится, что первая инстанция ошибочно пришла к выводу, что политическая партия «Шанс» не привела доводы того, что её право было нарушено решением комиссии по чрезвычайным ситуациям о снятии с выборов и посчитала, что постановление комиссии ПЧС касается только конкурентов на выборах, выдвинутых этой политической партией. Таким образом, судебная инстанция констатирует, что из изложенного в повестке очевидным является утверждение о нарушении прав партии «Шанс» и ссылается на статьи 20, 39 и 189 пункт 1 Кодекса об административных правонарушениях, в которых говорится, что в случае нарушения вследствие административной деятельности права или свободы, установленных законом, может подаваться административный иск. Судебный контроль за административной деятельностью гарантируется и не может быть ограничен, и любое лицо, считающее своё право нарушенным административной деятельностью органа публичной власти, может предъявить административный иск. Высшая судебная палата считает, что своим решением апелляционная палата могла необоснованно ограничить права истца, то есть партии «Шанс», защищенные Конституцией и ЕСПЧ. Отмечается, что по этой причине, а также для того, чтобы не допустить нарушение права на справедливое судебное разбирательство, дело направлено на пересмотр. Комментируя это решение, политформирование выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что политическая партия «Шанс» является электоральным конкурентом. Именно политическая партия «Шанс» выдвинула этих кандидатов, и именно политическая партия «Шанс» фигурировала во всех избирательных бюллетенях. Именно политическая партия «Шанс» имеет право оспаривать это незаконное распоряжение. Как следствие, данный вывод первой инстанции является неправомерным и незаконным. А политическая партия «Шанс» выиграла дело в высшей судебной палате. Ранее представители партии «Шанс» заявили, что были готовы оспорить решение апелляционного суда еще до его оглашения. Напомним, за два дня до выборов Центральная избирательная комиссия распорядилась аннулировать регистрацию всех кандидатов от политической партии «Шанс». Решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям на основании отчета СИП о возможной попытке Российской Федерации повлиять через это политическое формирование на ход местных выборов. Распоряжение КЧС было сразу оспорено в суде столичного сектора Рыжхановка, однако затем дело передали в апелляционную палату Кишинева после в высшую судебную палату, откуда вернули обратно в апелляционную палату. В этой связи международные наблюдатели от АБСЕ, Совета Европы и Европарламента представили отчет о результатах местных выборов, где отмечается, что комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдове имеет слишком широкие полномочия, касающиеся ограничения свободы слова и вмешательства в избирательный процесс. И международные наблюдатели ЭНЕМО заявили, что решение об исключении из предвыборной гонки кандидатов партии «Шанс» не должно было приниматься членами комиссии ПЧС, которые также являются членами исполнительной власти. В ответ пресс-секретарь правительства сказал, что по этому вопросу должны высказаться судебные инстанции. Комментируя отчет АБСЕ, вице-председатель ЦИК Павел Постика сказал, что отметил в нем неоспоримые факты использования недекларированных ресурсов подкупа избирателей конкурентам на выборах, факт, повлиявший на честность избирательного процесса и что вмешательство властей было необходимо, хоть это и вызвало критику со стороны АБСЕ.